Телеканал КРТ представляет Я понимаю, что вы далеко не последний человек в экономике, в принципе во всех процессах, которые связаны у нас и промышленностью и так далее, потому что все-таки финансы это кровеносная система страны. И вот с вашей точки зрения мы сейчас наблюдаем, как и в Украине, и в России, и по всему миру сейчас идет такая вот эпидемия коронавируса. И закрывают границы, останавливают предприятия, заводы, всех загоняют на карантин. И вот с вашей точки зрения, вот эта вся эпидемия, какие проблемы она в экономике мира, она вскрыла и в российской, и в украинской, если вы анализировали нашу страну? Ну сразу могу сказать, это моя оценка, которая совпадает с оценкой многих экспертов зарубежных, в частности американских экспертов, что вот эта пандемия, которая началась, это фактически начало третьей мировой войны. Мы только увидели первую волну, обязательно будем ждать вторую, ничего хорошего там нет, потому что глобальный кризис, в который погрузился весь мир, включая и наши страны, и в принципе все другие страны, он, как правило, ранее разрешался военным путем. То есть были организованы мировые войны, как Первая и Вторая мировая война, в ходе которых самые богатые семьи еще больше становились богатыми. И нынешний кризис не мог разрешаться обычными военными действиями, поскольку страны имеют ядерный потенциал, и я так понимаю, очень удобно использовать тот самый коронавирус, который будет выводить наше производство, как и в России, на Украине и в других странах, фактически и состояние действующего. И цель вот такая, что производство, на мой взгляд, будет дальше разрушаться, безработица расти, и по всем очень негативным оценкам, которые в частности делает ООН, нас ожидает, я имею в виду мир, достаточно серьезный голод. Это не все понятно, потому что другого пути мировая финансовая олигархия не видит, как только через глобальную войну, в данном случае через пандемию. И я думаю, что последствия этой пандемии будут, конечно, для всех стран разные. При той ситуации, в которой находится Россия и Украина, на нас больше всего упадет бремя этого кризиса, поскольку вы не забывайте, что доллар, как бы там ни было, остается ключевой валютой, так же, как и евро. И эти страны будут в состоянии перекупить нужное медицинское оборудование, нужные лекарства, нужные продукты питания. А мы с нашими слабыми валютами можем остаться, в принципе, и без необходимого для нас продовольствия. Поэтому мне понятно, когда в нашей стране вводятся определенные барьеры на вывоз зерна из страны, мы начинаем контролировать экспорт. Но, учитывая слабость нашего контроля и очень сильное желание спекулянтов заработать на более высоких ценах в других странах, я боюсь, что будет очень сложно удержать нашу страну от того, что экспорт все-таки зерна станет большим, и мы столкнемся в ходе следующих волн пандемии угрозой серьезного голода. Это вероятность такая существует. Хотя сегодня мы так это победоносно говорим о том, что по индексу бедности, который дает ООН, наша страна вроде бы все в порядке, большинство граждан не попадает под этот индекс бедности. Но это все условные цифры, ни о чем не говорящие, потому что они не учитывают и кредиты, которые набрали люди, когда покупали квартиры, и тот огромный рост таких платежей, как штрафы, которые на них накинули в ходе пандемии. То есть реальные доходы граждан на самом-то деле серьезно сокращаются, жизнь становится все тяжелее, и тут возникает как раз та самая альтернатива. Либо мы продолжим идти по подсказкам западных экспертов, либо мы наконец начнем, учитывая опыт прошлого с его ошибками, мы начнем возрождать на основе нашего планирования экономики в интересах наших людей, будем возрождать наше производство и пойдем с совершенно другой дорогой на выход из глобального кризиса. Никто не сможет это сделать, кроме наших стран. А вот если вы сказали, что это условно Третья мировая война уже началась с учетом этой эпидемии, Третья мировая война между кем и кем? Ни одна страна вроде как между собой открыто не воюет? Я считаю, что это война между, опять-таки, богатыми семьями и, в принципе, всем человечеством. Потому что, понимаете, в чем дело? Вот глобальный кризис, таковая история кризисов. Каждый следующий становится еще более объемным по своим масштабам, и следующий кризис приходит через гораздо более длинный период. Ну, смотрите, Первая мировая война, Вторая, потом вот сегодня Третья, прошел значительно более такой длительный период. Но издержки каждого из этих кризисов, вот таких войн, они становятся все более и более существенными. В настоящее время этот кризис захватил практически весь мир, и идет война вот именно такого небольшого количества семей, самых богатых, против, я считаю, всего человечества. Вот этим я объясняю те события, которые происходят сегодня в Соединенных Штатах. Поскольку я ни в коем случае не расистка, у меня много друзей, как называют их афроамериканцы. Но тут же понятно, когда многие из них не работали, платили им пособия по безработице для того, чтобы люди деградировали к ним, даже опасно было на территорию Нью-Йорка заходить, где живут афроамериканцы. И тут получается, что они становятся где-то привилегированными против где-то более образованного другого белого рас представителей. Это говорит о том, что они пытаются сделать снижение культурного уровня людей, так же, как мы видим, и в Европе приезжают ведь далеко не самые сильные специалисты, для того, чтобы легче было управлять людьми. И тут цифровые технологии для этого развиваются, быстрее поставить под контроль людей обычных. То есть то, что заготовили богатые семьи, в силу, я бы сказала, не только их аморальных качеств, но, в принципе, отсутствия всяких знаний, что делать с экономикой. Слишком долго на протяжении человечества они работали по принципу маржи, как от торговли, так и от товарами, так и от торговли деньгами. И они даже представить не могут, где этот выход из этого хаоса, а наоборот, они привыкли, что чем больше хаос, тем им лучше, когда вам что-то не нравится, в любое время может быть война, столкнуть люди по принципам кожи, национальности, чего угодно, религии, и таким образом рулить дальше в своих интересах. Вот мы это сегодня наблюдаем, и противостоять может только, конечно, серьезная экономическая, прежде всего наук, и выстраивание вокруг базиса, как выходить из этого глобального кризиса, соответствующих культурных предпосылок, и понимание, что мы, люди, имеем право на лучшую жизнь, особенно наши дети и наше будущее поколение. И вот следующий вопрос тогда, близкий к этой тематике, вот с вашей точки зрения, к понятию суверенитет страны, я имею в виду сейчас и Россию, и Украину, и какую-нибудь Монголию, без разницы. И вот эмиссия денег. Вот сейчас у нас даже в Украине эмиссия, это очень темный серый механизм, непонятно, когда она включается, при каких условиях. Ходят слухи, что если верить чиновникам из Национального банка Украины, что если в золотовалютных запасах наших есть определенное количество валюты, мы, значит, можем в пропорции, печатая только гривну на этот счет. Вот объясните, пожалуйста, вот нашим телезрителям, как суверенитет связан с эмиссией национальных денег? Ой, прежде всего насчет суверенитета. Пока что нет никакого суверенитета, если мы говорим об Украине, и где-то, я считаю, очень, если так можно правильно выразиться, очень слабый суверенитет имеет Россия. Потому что, в общем-то, я считаю, что его, в принципе, и нет. Суверенитет возникает тогда, когда государство имеет свой план экономического развития. Нет плана экономического развития ни у одной страны, нет этого плана у другой. Потому что если бы был план, нацеленный, конечно же, на улучшение жизни людей, то в соответствии с этим планом и определялось то необходимое количество денег, которое должно быть для обслуживания этого плана. А поскольку такого плана нет, то нужное количество денег уже определяют другие. Те, кто имеют свой план развития как Украины, так и России, согласно их уже интересам. И этим определяется то количество денег, которое запускает исполнитель тех команд, которые выдают частности МВФ, выпускает соответствующее количество денег. И неважно, под какой критерий. Как правило, этот критерий один – обеспечить стабильность национальной валюты. Поэтому это зависит от того, сколько МВФ, пожалуй, дать кредитов Украине. Не даст, соответственно, гривна должна будет просто резко упасть, потому что за ней стоит именно обеспечение валюты как доллар, евро. А если даст, то гривны держатся. Но при этом за то, что берет Украина в долг, в кредит, она будет расплачиваться своими материальными ресурсами, своей землей, потерей уровня благосостояния граждан. То есть приходится признать, что мы, и Украина, и Россия, я тут их не разделяю, мы живем по чужому клану. Причем, что интересно, последнее заседание, которое было до власти, в феврале 2020 года, тот же самый председатель, Клаус Швабе, он сказал, что наступает время парада национальных суверенитетов, и мир должен становиться полицентричным. В частности, пандемия для этого, в общем-то, где-то и присутствует, что появляются те самые границы, которые вынуждают страны остаться один на один со своими проблемами. И каждый выбирается как может. Но ни на Украине, ни в России пока нет у правительства никаких представлений о том, какой должен план развития экономики страны. И отсюда все идут беды. Потому что, конечно, мы можем сказать, что имеется такой план антикризисного у правительства, как у любой страны. Но на самом деле его нет. Знания экономические и там, и там потеряны. Они, на мой взгляд, спустились, в этом случае могу сказать, ниже Плинтуса. И надеяться, что с такими кадрами, которые мы 30 лет практически выпускали, и можем вытаскивать страну, одну и вторую из глобального кризиса, очень сложно, не сложно. Надо специально запускать подготовку кадров, понимать, что такое план экономического развития. Но сегодня любого вашего члена правительства, включая там председателя правительства Украины, задать ему такой вопрос, как вы видите, план экономического развития Украины, причем доказательный. Потому что слово «план» вот тут часто путают, считают, что если она говорила много слов, то это план. Или нарисую какую-то дорожную карту, какие-то меры, это план. Нет. Надо всем напоминать, что план – это алгоритм действий, увязанных по исполнителям, по срокам, с тем, чтобы достигать поставленную цель развития. Вот этот алгоритм у них отсутствует, только пустые слова. При этом каждый из руководителей может говорить о неких темпах экономического роста, который ему кажется достигнет к такому-то году, но при этом он не имеет алгоритма действия. То есть, собственно, плана развития экономики, вот исходя из того, где мы находимся и как нам двигаться, за счет чего, куда мы направим наши инвестиции, чтобы действительно достичь четыре темпа экономического роста. Вот этого плана, как алгоритма действий с доказательством, где мы будем, нет ни у кого. То есть это просто сказки о том, фантазии на тему просто поговорили. А люди слушают, и их это вполне устраивает, потому что знаний ноль стало в экономике. И отсюда вся беда обоих государств. Это действительно трагедия. Если так будем относиться к экономике пренебрежительно, то вы же понимаете, сколько ни призывай, ни кричи, на какие проекты, программы мы не будем выполнять, и завтра будет жизнь лучше, и во всем виноват сосед, то экономика этого ничего не услышит, она торжественно продолжит свой путь вниз, и каждый раз граждане будут становиться еще более злее, еще более недовольными, и будут опять-таки развлекать сказками о том, что виноват ищите тех, кто не сделал вовремя реформы. Но какие реформы, какой сосед? У вас нет просто плана, нет четкого алгоритма действия, потому что вы в экономике знаний имеете ровно ноль, если не ниже. Я это говорю абсолютно спокойно, потому что я могу любому доказать, что знаний ровно ноль. И никто не выйдет со мной в это время на дискуссию, потому что он сам знает, что знаний ноль. Он не знает, что делать с экономикой. Он тупой исполнитель тех указов, которым он поступает свыше. И поскольку, собственно, внутри страны не хотят слушать никого, мы же самые крутые, мы стали руководителями, то слушают международные экономические организации. А те, у которых знаний тоже ноль, и которые думают, ну и пусть они нас слушают, мы будем рисовать свою валюту, кидать им, они жадно ждут, под нее держат свою гривну, а нам заменно эту валюту нарисованную будут отдавать свои материальные ресурсы. Вот и вся игра. И она продолжается уже 30 лет. И люди беднеют, потому что нарисовать или, допустим, что-то произвести, даже ту нефть или газ, ее же надо достать, затратить какие-то силы. А тут дорисовал, и все довольны, и смотрят в рот дальше. Рисуйте нам еще. Ну и дорисовали, что уже потеряли практически и свое производство, и потеряли образование, и поэтому дальше сидим и ждем с открытым рутом, сколько нам дадут. А ведь Шваб сказал, идите вперед к своему национальному суверенитету. А как идти? Ведь не хотят идти, потому что не знаем, как. А ведь для этого и требуется организация. Вот то, что вы делаете сегодня, требуется организация специального такого круглого стола, где сидят представители, производственники, как промышленности, сельского хозяйства, транспортники, там строители, которые будут прекрасно понимать, что именно требуется создание условий для развития материального производства, чтобы оно работало на улучшение жизни людей. А так, когда они обращают внимание на специалистов, а только языком щелкают, говорят о реформах, ну какие реформы, если у вас нет плана? Реформа – это игра. А вот следующий вопрос. Нас очень часто в Украине пугают дефолтом. Не знаю, насколько он грозит Российской Федерации, но вот нам, в Украине, если вот не поступает очередной транш МВФ, мы не можем рассчитаться со своими обязательствами международными. Идут как бы два варианта. Либо технический дефолт, и мы объясняем, что мы реструктуризируем долги, но даже этого не делают. Или дефолт, как бы такой, знаете, натуральный, когда Украина просто отказывается от выполнения своих обязательств и прощает долги своим кредиторам. Вот насколько опасно для Украины дефолт, с вашей точки зрения? Как все и двигается, движется к дефолту. Для этого вся перестройка задумывалась, чтобы становились все более зависимыми. Но вы же понимаете, если производство перестает развиваться, ведь что такое экономика, что такое жизнь? Это добыть вещество природы и приспособить его к нашим потребностям. Мы хотим жить, нам надо удовлетворять разнообразные наши потребности. Не только есть, пить и спать, мы хотим получить хорошее образование, мы хотим иметь качественную медицину, а для этого требуется, чтобы производство работало, как раз производило те самые нужные нам продукты, которые нужны для нашей жизни. Но мы игнорируем производство, оно нам неинтересно. Мы заняты только перераспределительными процессами, то, что вдруг, ну, производство что-то производит, а одновременно с продуктом, естественно, производится некий новый доход. Вот этот доход пилят по балансу интересов. Кто больше потянет на себя? Вот и вся логика сегодняшнего экономического управления. Чем оно кончается? И тем более, если мы ждем оттуда вот эту так называемую помощь, пустые доллары или пустые нарисованные евро к нам придут, дадут нам некую якобы кровеносную систему, за которую ничего нет, за ними не придут станки новые, какие-то высококлассные новые заводы, просто пустоту нарисовали. Под эту пустоту они нам разрешают опять-таки что-то сделать. А потом говорят, извините, у вас долг. И как вы собираетесь расплачиваться? Производство ваше разрушено. Чем вы будете расплачиваться? Ответ однозначный. Вашими активами. А активы – это то, что уже стоит на вашей, либо стоит на земле, я становлюсь собственником ваших заводов, я становлюсь собственником вашей земли, нравится вам или не нравится. Но это уже происходит. У нас закон как раз о продаже земли недавно приняли. Естественно, это можно было сказать давно, что он будет принят, потому что, если посмотреть методику составления платежного баланса, который выражает отношения между разными странами, там как раз и есть статья, что если вы берете в долг и вы не возвращаете, не в состоянии, потому что производство не может возрастать, доход не растет, настоящий доход, то, соответственно, вы будете расплачиваться своими непроизведенными активами, к которому относится земля, к которому могут относиться, может быть, там какие-то у вас есть сокровища. Полезные ископаемые, да. Да. То есть вы отдаете нашу собственность, ваши активы. И, по сути дела, раз я это все забираю под себя, кто вы для меня? Вы дешевая рабочая сила. Тем более мы привыкли быть дешевыми. А моя задача получать все больше прибавочной стоимости от вашей эксплуатации. Поэтому я буду вас дарить еще дальше. Заставлю вас отказаться от медицинских услуг, от бесплатного образования. Поэтому внедряют вот эти цифровые технологии, которые фактически лишают детей полноценного образования. И люди бесконтактно будут обращаться за помощью по своему здоровью к медикам. То есть получается, мы вот такая смешная на самом-то деле оптимизация. Потому что оптимизация это всегда повышение эффективности. Но в данном случае оптимизация связана с сокращением расходов бюджета на то, чтобы поддерживать какой-то уровень жизни людей. То есть по всем направлениям идет атака на жизненный уровень людей. И вот до тех пор, пока мы будем с этим соглашаться, то есть как бы отвлекаться от понимания, в чем же причина нашей бедности, этот процесс, он продолжится. И я не удивлюсь, что потом встанет вопрос и о том, что детей начнут продавать. Я не знаю, до какой степени может идти этот процесс уничтожения качества жизни людей, пока он запущен во все. Всего лишь на вот этой игре в казино, который представляет собой нынешний глобальный механизм управления экономикой всех стран мира. Это настоящее казино, где люди проигрывают в силу того, что все доходы перераспределяются в пользу богатых семей. Через те же самые нарисования валют, как дефолт в Украине, через те же самые облигации, через те же акции, я скупаю заводы, и вы мне по акциям должны больше платить. То есть огромное количество фиктивных финансовых инструментов наработано за историю 20-го и предыдущих веков и нынешнего века, которые позволяют фиктивно управлять экономикой и что значит фиктивно нереально способствуют развитию действительного производства, чтобы у нас шла экономика направлена была для людей, на улучшение экологии, для того, чтобы образование даровать всем бесплатные и медицинские условия, борьба с пандемией. Да какая борьба была бы в СССР? Легко бы пресекли сразу и нашли бы тех, кто, как говорят, запускает и тут же на месте бы их уничтожили. А сейчас все сидят, пандемия, давайте дальше сидеть, пока у нас столько дней мы не работали, это означает, производство еще больше сократилось, соответственно, если еще посидим, оно еще больше сократится, ну откуда возьмется продукт? То есть все нацелено на уничтожение производства, а вместе с ними и людей. И, кстати, хочу отметить, что даже такая огромная компания, как Мерседес, сегодня испытывает огромные проблемы и тоже грозит банкротство. А почему? Потому что везде сегодня имеет место бал цифровиков, которые просто цифруют процессы хаотические, которые в мире происходят. Они оттягивают огромную часть создаваемой прибавочной стоимости на себя, сами они не создают ничего, и, фактически, они забирают все средства для развития, как у промышленников, как у сельскохозяйственных производителей, так забирают из бюджета от учителей, от медиков. У нас получается мир таких-то цифровиков с перспективой искусственного интеллекта, который... Если, например, даже обратить внимание на Российскую Федерацию, вот вы говорили, что там миру угрожает голод, но, по-моему, Россия здесь в лучших условиях, потому что это главный экспортер зерна и, собственно, гигантские площади, а то есть в конечном итоге это будет все равно выигрышная позиция, потому что по сравнению с другими странами, там, где, ну, не растет ничего, например, там, в Арабских Эмиратах, там просто песок, будет значительно более, скажем так, удобная, и там точно не будет голода, ни в России, ни в Украине. Ну, в Украине имеется в виду, если у нас будет адекватное руководство, которое запретит экспорт зерна. Ну, опять-таки, видите, вас могут обязать. У вас же, ну, к сожалению, большие долги. Мы же не знаем, какие договоренности идут на глобальном уровне. В любой момент могут призывать и сказать, а ну-ка, давай, продавай, иначе мы тебя сейчас лишим поддержки, и у тебя валюта упадет вниз, и народ выйдет на улицу, тебя снесет. Тут сейчас мы получили такую неприятную ситуацию, когда у них огромное количество возможностей напугать лидеры государства. И поэтому, на мой взгляд, лидер государства, если он ответственный, серьезный человек, он должен призвать таких вот специалистов, науку истинную, и посоветоваться, а что делать, и поучиться, чтобы понять, а что делать. А так, слушать указы и приказы другой стороны, которые ищут, как обогатиться за счет ухудшения жизни украинцев, там, или россиян, и тут же им подпевать, соглашаться с этим. Я считаю, такое поведение и не просто безответственным, недостойным. И в историю такие люди войдут как просто презрительные люди, как презрительные особи. Поэтому, для того, чтобы войти каждому лидеру прилично в историю, я думаю, они должны созреть вот такие руководители к тому, чтобы посоветоваться со специалистами. А вот тогда следующий вопрос. Все мы недавно наблюдали, как вот Банк Англии не вернул золото, о Венесуэле, например. Как венесуэльские заводы, компании просто заблокировали и деньги страны Венесуэлы их передали какой-то группе оппозиционеров, которая якобы представляет Венесуэлу. И до сих пор получается миллиарды долларов куда-то исчезли. Если мы возьмем, например, Ливию, то непонятно, куда исчезли все миллиарды долларов ливийского народа, которые были и в европейских банках, и в американских банках. И, собственно, это вот как бы интересный вопрос. Если мы возьмем Украину, то мы же тоже понимаем, что у нас с помощью офшорных компаний наши промышленные группы очень долго на протяжении десятилетий вымывали финансовые ресурсы, валюту за границу. И там она седала на счетах. То есть вот насколько, как вы думаете, есть вероятность вернуть эти вот накопленные гигантские финансовые ресурсы, и насколько есть опасность того, что деньги, которые там размещены, могут просто элементарно исчезнуть, как это было и в Ливии, и в Венесуэле, когда вот эти страны просто отказались выполнять указания. Я считаю, что нужно забыть об этих деньгах. Конечно, они исчезнут. И потом, не надо забывать, что не в деньгах счастье. Счастье – это когда у тебя работает производство и создают продукт, нужный людям. А деньги – это всего лишь некий посредник, который обслуживает эти процессы. И людям, которым кажется, что деньги – это здорово, они просто больные люди денежным фетишизмом. И такие люди, как правило, очень примитивны в своих рассуждениях, потому что надо понимать, что если мы хотим развивать производство, то дополнительные станки, дополнительное сырье для производства дополнительного выпуска продукта, оно должно быть произведено уже в текущем периоде. Если этого не было, это не произведено, то вы завалите все деньгами, золотом, долларами. Производство от этого не заработает, потому что оно работает, учитывая определенные производственные взаимосвязи для выпуска нужного продукта. А психично оно только может погибать, особенно производство сложной продукции. Поэтому переживать насчет того, что деньги пропали, но обманули. Знаете, Гуратино тоже практически был обманут. Пиноккио вспомнить эту сказку, когда ему показалось, что вот он пришел в страну дураков, где все веселились, и ему просто повезло, когда, это именно приключение Пиноккио, сказка, когда он увидел, как мальчик, который его привел, ему дали выпить какое-то пиво, и он стал превращаться в осла, который должен просто работать за то, что он кому-то поверил, что можно жить, ни черта не делая, просто играть спекуляция. Поэтому, к сожалению, где-то приходится признать, что мы оказались в роли тех, кому придется засучить рукава и работать, но вот эта степень самой работы, ее тяжесть будет все более и более высокой, чем больше мы будем доверять вот этим играм в деньги. Не в деньгах, не только счастье, не в деньгах, и не в деньгах секрет развития своей экономики. Да, если бы мы были как, допустим, избранные страны США, Европа, Великобритания, Япония, Канада, и имели бы право рисовать валюту и запускать ее на весь мир, и за счет этого перераспределять все доходы, производимые в других странах в свою пользу, это одно дело. Мы могли бы тогда говорить больше просто о деньгах. Но когда наши валюты не ключевые, то есть их нарисовать, их никто не будет никакой стране мира принимать, чтобы просто так мы рисуем, а они нам будут отдавать материальные ресурсы, мы должны понимать, что у нас один выход развивать собственное производство в направлении улучшения жизни людей. Для этого нам нужен план экономического развития. Без него нам смерть. Это точно. А вот тогда логичный вопрос. Вы говорите фактически о новой индустриализации. И если вот брать индустриализацию уже в современном мире, тогда получается она должна быть основана на очень серьезных, высоких технологиях, на научных разработках и так далее. То есть в Украине тем более нету вот этой научной основы, а в России она есть не в полной мере даже, если брать вот такие серьезные процессы, чтобы начать новую индустриализацию и действительно очень сильно поднять уровень экономики. Но это с моей точки зрения. Вот как вы думаете, возможно, не имея получается вот этой научной базы, сделать индустриализацию и дадут ли ее сделать? Если вот за границей же тоже сидят не дураки, там аккумулируют специальные технологии, патентами, всевозможными ограничениями на экспорт технологий. И мы сейчас это видим, даже вот сейчас, когда вот мы просто на примере это видим, технологии Советского Союза, конкретно в Украине, когда хотели купить предприятие по производству двигателей, Моторсич, тогда вот Америка просто заблокировала покупку предприятия, чтобы интеллектуальная собственность, разработанная тогда еще в Советском Союзе, не утекла в Китай. То есть, как бы идет на самом деле такая война за технологии и за технологическое преимущество для того, чтобы саккумулировать максимальные технологии и не дать оппоненту развиваться. Вы все правильно говорите, с их точки зрения именно в этом они видят свое будущее, что они смогут перетащить самые передовые технологии и за счет этого дальше быть лидерами мира. Кстати, в ходе вот этих волн пандемии естественно они стремятся установить новый баланс государств, баланс лидеров, куда естественно при том, что происходит на Украине и в России эти страны не попадут. Но, тем не менее, вот в чем ошибка тех, кто надеется, что за счет новых технологий они выскочат вперед. Естественно, они будут выскакивать только по отношению к тем странам, как наши, которые ничем не занимаются, продолжают открыв рот ждать нарисованные валюты. Конечно, за счет этих стран они будут идти вперед. Но, с другой стороны, с точки зрения роста уровня жизни в этих странах у них тоже не получится, потому что развивая передовые технологии, это не значит, что эти технологии заработают на улучшение жизни людей. Более того, они заработают на рост безработицы, и они будут надеяться, что будут людям, которых будут выкидывать на улицу, причем в массовом порядке, они будут платить некий бот, какой-то денежный доход, позволяющий им выживать. Но вы мне извините, что это будет за жизнь, когда люди будут просто получать пособия и больше ничего. Зачем жизнь такая людям, которые хотят себя реализовать как личности в процессе некой трудовой деятельности? Поэтому то, что они говорят, на самом деле, знаете, в чем проблема? Индустриализация как таковая, она была первая в конце XVIII века, когда появились первые машины, и вместе с машинами пришел капитализм как более эффективный строй по сравнению с феодализмом. Это была первая промышленная революция, когда правящему классу стало понятно, что им не нужны крепостные, гораздо более продуктивно иметь свободный рынок труда, где они будут покупать рабочую силу и выжимать благодаря высокой эксплуатации, которая дает возможность машины создавать дополнительный прибавочный продукт, и поэтому поменялся и строй. Феодализм сменился на капитализм вместе с приходом вот этой первой индустриализации. Что же касается сегодня, никакая индустриализация уже не поможет. Машина как таковая свою роль сыграла при переходе от феодализма к капитализму. сегодня идет речь о второй промышленной революции, именно второй, которая должна быть связана с изменением социального строя. И выход из глобального кризиса сегодня невозможен ни для кого, если мы будем надеяться просто на каких-то новых роботов, какие-то технические внедрения. здесь уже вопрос стоит, вот именно вот этот глобальный кризис, мирный выход предполагает координацию деятельности производителей, крупных производителей, для того, чтобы они гармонично способствовали выпуску продукта нужного людям. Это то же самое, если мы хотим, чтобы самолет взлетел, нам нужно пропорционально создать все его необходимые части, и только тогда вместе, когда это все в правильных пропорциях он взлетит. Так вот, это очень сложная проблема планирования координации взаимосвязи производителей в нужном направлении, и вручную уже даже мечтать о том, что это можно сделать, это невозможно. Даже Советский Союз, он же уже поплыл, что он не мог план перевести на автоматизированную основу. И вот эта задача перевода управления экономикой на автоматизацию, причем должна быть в основе лежать соответствующее программное обеспечение, основанное на экономико-математической модели, работающей в интересах роста уровня богостояния граждан, вот только в этом случае возможен выход из нынешнего глобального кризиса. Все остальное могут делать что угодно, глобальный кризис продолжится, и, конечно, если мы Украина и Россия продолжим наше поведение такое, как сегодня мы имеем, то наши страны просто исчезнут с карты Земли, потому что бремя глобального кризиса, пока тот мир будет искать выход, они переложат на вот эти страны. Выход только в один переход на автоматизацию управления экономикой, в основе которого будет лежать такая динамическая модель межиссивого баланса, которая представляет систему алгоритмов выстраивания производственных связей в режиме реального времени с обратной связью, то есть чисто кибернетическая модель управления экономикой. В этом и смысл данной революции, которая сегодня началась, она будет продолжаться до тех пор, вообще в принципе глобальный кризис будет продолжаться до тех пор, пока мир постепенно не перейдет на новую систему управления экономикой, которая и даст рост общественной производительности труда. Все остальное, новые технологии как таковые, они не встраиваются в существующие цепочки, они не способны дать полную занятость, которая необходима, они не способны, обратите внимание, спасать экологию, она будет только ухудшаться, потому что каждый работает на собственный мотив прибыль, не интересуется другими, и без вот такого, без такой солидарности, без такой гармоничной деятельности всех крупных производителей мир продолжит свое падение вниз. Но я бы рекомендовала Украине, России, Белоруссии, вообще странам СНГ как можно скорее переходить на новый механизм управления экономикой, уже на новой принципиально новой кибернетической основе, и более того, я хочу сказать, именно вот такой план, он и есть цифровая технология, единственная, которая в мире конструирует лучшее будущее для людей. Все остальные цифровые технологии нацелены на то, чтобы мир двигался в сторону крепостного, по сути дела, права, дальше к рабству и вообще к татальному хаосу, как это было в первобытном строе. Недаром и говорят, я не знаю, насколько это правда или нет, что цивилизация уже не первый раз живет, ну и нашим странам для того, чтобы, поскольку угроза исчезновения очень высока, надо быстрее скоординировать наши действия для того, чтобы переходить на новую цифровую технологию конструирования будущего или, да, слушай внимательно вопрос. А с вашей точки зрения, какая вот сейчас в мире страна ближе всего к достижению вот как раз вот этой автоматизированной системы управления экономикой? Китай или Соединенные Штаты Америки? Или какая? Как ни странно, Китай пока тоже не выражает такой интерес. Я вам хочу сказать, в Китае ничего хорошего не будет происходить. Там будет настоящий хороший глобальный кризис, поэтому они поспешили так с цифровыми технологиями. У них давно планирование экономики с обратной связью, как это было именно в курсе индустриализации Сталина, это же была действительно создана кибернетическая технология впервые в мире, когда верхний просто что-то желает, а он просчитывает все производственные цепочки, все связи производителей, чтобы действительно этот продукт, вот этот темп просто индустриализации был достигнут. Такого планирования экономики больше и нет, и благодаря ему мы смогли восстановить нашу экономику страны, стать страной биполярного мира, а затем, конечно, где-то в 50-х годах пошла подмена, и в частности подмена вот этой задачи, которую с одной стороны страна поставила, как внедрить ЭВМ в процессы планирования управления экономикой, и поставила задачу создать соответствующую экономико-математическую модель для этого. Но почему-то наши институты, Академия наук, которая была призвана прежде всего быть стратегическим центром развития страны, она ушла от той технологии планирования, которая была заложена еще в начале 30-х годов, она ушла в сторону эконометрики, которая ну совершенно никакого отношения не имела к нашему планированию. Это просто некие уравнения статистические, математические, некоторые закладываются тренды прогнозируемые, то есть они стали заниматься некими прогнозами, корреляциями, но саму технологию планирования, вот эти алгоритмы, которые должны лежать в основе цифровой платформы, она на них рассчитана, они проигнорировали, фактически у нас вся наука ушла в сторону от реальных практических проблем, и сейчас как раз идет процесс, я бы сказала, в России идет очень серьезный процесс осознания того, что все ушли не в ту сторону, начиная как раз с 50-х годов, ведь очень поздно, но осознать свои ошибки, а в Белоруссии уже на достаточно высоком уровне такое понимание существует, так вот на собрании Евразеса зампредседателя предпринимателей Минска Андрей Бирюков, он даже сказал достаточно громко, что мы будем возвращать динамическую модель международного баланса к нам на родину, для того, чтобы восстановить управляемость развития экономики, то есть я хочу сказать, что в этом смысле я считаю, Белоруссия идет где-то впереди и Россия, хотя в России очень много сторонников, я знаю об этом, но пока, наверное, интересы еще такие, что не подошли к необходимости применения практики. Белоруссия близко. А вот еще один такой вопрос, то есть получается с ваших слов уже была попытка создания такой экономической модели в Советском Союзе, какие результаты попытки создания вот такой модели и с вашей точки зрения с учетом результатов почему все-таки завернули не туда с вашей точки. Ну, я могу сразу сказать, что эта динамическая модель была создана моим отцом, ведутый Николай Ивановичем, кстати, рожденным на Украине, но который потом работал в Белоруссии, который считал себя гражданином Советского Союза. А почему именно он создал, даже могу напомнить, что как раз когда заинтересовались внедрением ЭВМ вот в 50-х годах, это было очень важно уйти от ручного управления, вот эта технология, которую мы создали, она требовала множества итераций, последовательных шагов, что мы хотим и что мы можем, естественно, предполагало построение соответствующих алгоритмов, которые бы, с одной стороны, имитировали вот эти шаги, а с другой стороны, дали бы возможность повысить эффективность управления, потому что мы могли бы в ходе расчета предусматривать уже внедрение самых эффективных новых технологий, которые бы дали бы значительный темп роста производительности труда в сторону именно труда, которую заказывали бы наши конечные потребители, то есть люди, государства, экспортеры. И отец, он как раз успел ее создать, но было очень интересно, знаете что, что разрушение, собственно, нашей практике социализма, почему большой интерес сегодня вызывает мой подход, вот читают мои статьи Великобритании в Соединенных Штатах, разрушение стало происходить в середине 50-х годов, когда первым делом пришла на смену теория Маркса, по сути дела, теория товарного социализма, товарного производства при социализме, это была порочная теория, которая, это в ходе дискуссии ее установили, что якобы наши предприятия тоже должны ориентироваться на прибыль. Но вы сами понимаете, когда единая корпорация, вдруг предприятия будут ориентироваться на прибыль, это означает развал корпорации. Вот это был первый удар теоретический, второй удар был экономико-математический, когда мы вначале кибернетику стали скрывать, а кибернетика – это наука как раз управления, именно изучение информационных процессов с тем, чтобы с учетом обратной связи выработать нужные управляющие воздействия для того, чтобы повысить эффективность управленческих решений. И вот мы ее естественно с помощью передовых достижений новой техники, компьютеров. А мы долго ее блокировали, потом она появилась секретно, где-то в Министерстве обороны появилась статья Китова-Липунова и еще одного товарища, которые доказывали, что на самом деле это идея кибернетика не лженаука. И по предложению Китова дальше как раз именно Киев являлся инициатором, было такое предложение создать государственную автоматизированную систему управления экономикой, которая бы позволила использовать преимущество ЭВМ в расчетах клана. Кстати, хочу отметить, что в это время на Западе вместе с кибернетикой появилось очень много таких вот центров, мозговых центров, сент-танкс, которые наоборот думали, как использовать им вычислительную сеть, создать ее, чтобы через информацию управлять людьми. То есть абсолютно два разных направления. Мы хотели управлять экономикой для людей, а не хотели управлять людьми для самых богатых семей. И вот дальше получилось то, что опять-таки Академия Глушков, он, видимо, посчитал, что если я специалист в технической кибернетике, то одновременно являюсь и очень сильным экономистом, он не смог дать железу программного обеспечения, которое то железо должно было бы считать. И поэтому как бы к нему Москва наши экономисты относились очень таким недоброжелательно. И по идее Москва создает лабораторию математических методов анализа экономики во главе с Академиком Немчиновым, который должен был направить исследования в Москве в помощь созданию вот этой экономико-математической модели, которую дала бы нам. И вот с учетом того, что несколько минут буквально осталось до конца программы, хотел бы еще очень важный вопрос задать. Если... только договорю, третий институт, третья столица Минск, вот они создали эту модель. Я просто хочу сказать, они как-то вышли неожиданно впереди всех по созданию динамической модели, отец стал директором института, который тоже создали в то же время, и модель появилась. Она есть. Я понял, но тогда в Советском Союзе была попытка создания, и тогда был другой строй. С вашей точки зрения, возможно ли при капиталистическом строительстве в экономике развить вот эти модели, про которые вы говорите? Вы знаете, это вопрос выживания в принципе стран. Я могу сказать, и в том числе даже пришедшие так называемые элиты, поскольку элита там никому не нужна, я могу сразу сказать, у них все заберут, и собственность, и деньги. Сейчас время наступает именно парада национальных суверенитетов, и элите придется задуматься над тем, как внедрять механизм управления экономикой, чтобы выживать народу, выживать странам, они неизбежно придут, и чем раньше они придут, тем будет лучше. А что касается восстановления справедливости, это вопрос уже социальной активности людей, рано или поздно она тоже восторжествует, но первым делом нам необходимо восстановить управляемость и развитие экономики. Кроме наших стран, никто в мире этого сделать не может, потому что не было в принципе управления экономикой, интересов людей. за нами очень большая ответственность не только перед нашими странами, но и перед тем миром, потому что никто, те могут выживать пока только за счет уничтожения стран, таких как мы. Поэтому мы должны дать миру пример, и мир пойдет, социализм, он придет, он объективно идет, вторая промышленная революция закончится социализм. Вопрос, будем ли мы в этом социализме жить? Очень бы хотелось, чтобы мы были локомотивами. Спасибо большое, что уделили время и все-таки пришли к нам в программу. С нами была Елена Ведута, российский экономист, кибернетик, доктор экономических наук, профессор МГУ. Это была программа «Без протокола». С вами был я, ее ведущий, Дмитрий Василец. До скорого. Редактор субтитров А.Семкин